Всем привет! Добро пожаловать во влог на пару! Ну вот очередной день, дневник моего выздоровления. Мне кажется, что поменьше стала вот эта блямба. Она как-то свисала, поровнее стала. Здесь вот смотрите, совсем ровненько. Вот синяк, он все-таки ниже спускается. Сегодня очень тикают вот эти вот нижние зубы, просто ужасно. И что-то вот здесь вот тянуть стало. И вообще я вот встала, умылась и что-то очень сильно устала. У меня прям голова закружилась сегодня. Но я думаю, что это временное все. В принципе, я чувствую себя хорошо. Я сегодня очень хорошо спала, не просыпалась. Вообще просто замечательно. Вот 8 часов проспала и все. Ой, полоси от собаки. Так что вот так. Теперь идем завтракать. На завтрак я сегодня буду есть вот такой мягкий творог данон с желе ягодным из калины. У меня немножко тут вот осталось. А не его не ела совсем. Я только его ела. Я не знаю, есть какая-то резкость. Вроде есть, что-то вот не вижу. Вот. Второй мой завтрак. Это вот такая какая-то непонятная коробка. Овсяный завтрак с клубникой и бананом. Вообще, честно говоря, на вид это вовсе даже не аппетитно. Ну, попробую. В общем, в принципе, я уже ела какой-то другой с чем-то. За Аней доедала, потому что ей не понравилось. Яблоком, по-моему. Или ей не то, что даже по вкусу не понравилось, а что-то там с консистенцией. Ну вот я попробую, потом расскажу. Вот этот свитшот из H&M, джинсы из Pull & Wear, кеды из H&M и рюкзак из Samsonite. Вот. Сегодняшний мой аутфит. Сегодня я сделала суп, ну, это громко сказано, конечно, из вот такой сухой смеси Wellness. Это спаржевый суп, содержащий протеины, высокое количество протеинов. И перемешала это все, залила куриным бульоном вместо воды или там молока. Ну, будем надеяться, что вкусно будет. Я еще взяла соус песто, чтобы туда же кинуть. Ну, потому что он достаточно пресный, а песто он с сыром и солененький такой. Должно быть вкусно. Приятного аппетита. И снова здравствуйте. Чем же здоровалась? Да, маме сегодня хуже. Ну, ладно тебе рассказываю. Значит, рассказываю. Ну, как вы видите, здесь у меня падает уже эта самая, как ее зовут, блямба. А синяк увеличивается, он так вытягивается. Да, и сильно зеленеет, и фиолетовый. И фиолетовый. Вот здесь зеленеет. Значит, вчера все было нормально, сегодня полдня. У меня очень сильно калашматило, было холодно. И такая слабость была, главное, я вам уже рассказывала. Потом сейчас, наверное, такой жар безумный кинула. Ем сегодня мало, ничего не хочу. В общем, слабость сегодня. Да, сегодня слабость. Вот, значит, чтобы вы лишних вопросов не задавали больше, где наша клиника, там туда-сюда. Они выложат все в группу, наконец-то. Ну, просто понимаете как, мы же с этой клиникой не сотрудничаем, в смысле, чтобы ее рекламировать. Но раз вы просто оббардировали маму вопросами в личку, то... Ну, и здесь тоже, в наших комментариях, много вопросов мы все выложим. И дадим там фотографии вот этих бумажек, где рассчитали, сколько стоит Аня на лечение, мое лечение, чтобы вы тоже знали. Это, в общем, в принципе, не секрет. Просто некоторые, вот, Стася спрашивала, еще кто-то спрашивал, что еще такого хорошего рассказать вам про сегодняшний день. Ну, продолжаем смотреть Гарри Поттера. Ужас, он мне уже вот так не дойдет. Я, наконец-то, дочитала на службе зла Гилбрейта. Мне понравился конец. Так, там кто-то прется. Да, очень активно. Вот, мне понравилась книжка. И, ну, в принципе, мне все три книжки понравились. Единственное, я хочу сказать... Она там не упадет? Нет. Она рассчитывает свою сцену. Чем дальше, тем... Опять, они вам говорят. Чем... Какой... Жестокий становятся эти романы. Более кровожадные, да? Да. Сами вот эти убийцы, они более такие жестокие становятся. Вот. Но книжки прикольные. У меня, по сравнению даже со вчерашним днем, вчера у меня из-за отеков губы вот такой, полосочки были вытянуты. Сегодня у меня уже, ну, более нормальные такие... Ну, зато ты сегодня не улыбаешься. Ну, у меня просто настроения никакого такого нет на улыбание. Вот. Ну, просто какой-то отходняк, наверное. Завтра будет лучше, я думаю. Я сегодня сходила в магазин. Ну, она вам показывала... Сходила... Аутфит я показывала. Аутфит свой показывала. Сходила в магазин, сходила в Аутфит, я купила нужные всякие вещи. Ну, вот. А, еще вот, что я хотела сказать, что мы вчера записали ответ на вопрос, где мы работаем, где там туда-сюда. Да, это тоже было. Очень много получилось, и Аня тоже выложила в группу ВКонтакте. Вопрос от Марии Лейко. Аня, форму бровей поменяли? Как-то погуще смотрится. Мне нравится. Мне тоже. Они просто отросли, пока я болела, я ничего с ней не делала. Она не щипала, и мне так нравится. А то она делала вот эти тонюсенькие там, да? Сейчас классно. Она мне... Как ты мне сказала? У тебя же самой такого нет, поэтому тебе нравится. Тебе нравится, да. А у меня брежневские брови. Это вот такие... Толстые. Вопрос от Груни 0312. Почему Анечка не взяла фамилию отца и дружите ли вы с родственниками ваших мужей? Нет, мы не... Ну, во-первых, когда Анечка была маленькая, она брать ничего не могла. У меня вообще все дети на моей фамилии. Ну, просто у мамы все мужья армяне, а в 90-е годы не было модно брать армянские фамилии. Аниному папе даже его сестра двоюродная говорила, «Ой, если бы у меня была такая возможность, я бы Олину фамилию тоже взяла». И я решила, что менять я ее не буду, потому что... Ну, сначала вот по той причине, о которой я сказала, а потом просто... Ну, у нас и у Рата, и у меня такая фамилия седая. Мы уже все к ней привыкли. Нечем ее менять? А у папы, у моего фамилия Аганесян. Тоже красивая фамилия. Александр Семенович. Александр Семенович. А так бы я была Анна Александровна Аганесян. Вот. Нет, мы не дружим с родственниками. Не дружим. Дружите ли вы с родственниками ваших мужей? Ну, я какое-то время дружила, а потом уже перестала, потому что нас ничего не связывает уже. Следующий вопрос... Следующий вопрос от... Вот, опять Груни, 03-12. А кто эта женщина, Анна Сакун Джалиль? Кого смотрит Ольга Ростиславовна? Это семья Сакун Джалиль. Они англичане, ну, точнее, ирландцы, которые живут в Англии. Нет, он ирландец, а она наполовину итальянка, наполовину немка, но они из Ирландии. Поэтому они пишут, что ирландские семьи. Переехали в Англию. Да. У них так... Когда они переехали в Англию, так и назывался влог. Ирландская семья в Англии. Да. У них двое детей, мальчик, девочка. Шесть собак. Шесть собак. Они очень прикольные, и они у нас все время здесь на календарике. Да, вот, 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 вот. Да? Вот они. Да. Я слежу за ними, ну, первая Аня начала следить, она мне начала показывать, и мне очень понравилось. Мне очень нравится, как они показывают детей, очень нравится, как показывают, как они там хозяйство ведут, как у них замечательные собаки, как они всей семьей развлекаются. Ну, в общем, мне они очень нравятся. И я слежу за Анной в Снапчате. И в Инстаграме. В Инстаграме, в Фейсбуке, в общем, везде, где только можно, слежу за ними. Мне очень нравится. Вопрос от Евгении Д. Откуда вы узнали про данный сериал? Про Родину я рассказывала у себя на канале. И, точнее, откуда сами узнаете о фильмах, сериалах, которые стоит смотреть? Ой, вы знаете, нам очень часто задают этот вопрос, но на самом деле, хотя мама смотрит сводки в самых популярных сериалах, самых, ну, как бы, таких рейтинговых, и мы иногда начинаем их смотреть. Очень многие сериалы мама по списку, например, Задорнова посмотрела, я помню. А я, вот лично я, вот чистым методом проб и ошибок, потому что... Ну, просто у Вани очень своеобразные сериалы. Ну, у меня не только своеобразные сериалы, у меня разные очень И вампирские, и фантастические, и всякие там. Я, конечно, если я отдельно смотрю какой-то сериал, он у меня более серьезный. Ну, я бы даже сказала, более простой. Почему себе простой? Ну, более, как я могу сказать, он про жизнь. Конечно. Ну, таких фильмов очень много. А она про всяких вампиров смотрит. Я не только про вампиров смотрю, ты даже не знаешь, о чем я смотрю, потому что не хочешь со мной смотреть сериалы. Ты мне рассказываешь. Ну, например, вот сейчас я начала смотреть Нэшвилл. Это про музыку, ну, и про отношения там, разные очень отношения. Очень прикольный сериал. Но до этого, до того, как я до Нэшвилла дошла, я посмотрела примерно пять сериалов. Точнее, первые две серии смотрела, выключала, смотрела, выключала. Это метод упроб и ошибок просто делается. Да. На самом деле, конечно, первая серия, она всегда задает тон, и если она не нравится, вот дальше, ну, как правило, дальше уже смотришь, и все равно он идет. Например, милая обманщица, мама первый раз отказалась смотреть, когда я начала смотреть этот сериал, сказала, что это дурацкий сериал абсолютно, и по первой серии ей не понравилось. Потом я посмотрела три сезона, и говорю, мам, она так вообще захватывающая, все еще так закручено. И вот первые пять серий, а ей было скучно, я ее заставляла смотреть, а потом она втянулась очень сильно. Я всегда говорю, вот эта пилотная серия, которая идет, она самая малозатратная, ну, и такая может быть, не самая лучшая, а потом сериал может стать очень-очень-очень прикольным. Ну, и наши благодарности. Я сегодня благодарна, что я вышла на улицу, сегодня была потрясающая погода, просто замечательная. Я благодарна за то, что я прожила еще один день, это очередной шаг к выздоровлению. Да. Аня держится уже, смотрите, больше трехнедель на этой ужасной еде. Еда ужасная, просто ужасная, понимаете? А самое главное, я не могу ее есть. Это вообще самое, вот, видимо, ну, особенно, когда уже будешь лучше себя чувствовать, да, это самое, наверное, тяжелое испытание. Но еще один день прошел, и слава богу, и все будет хорошо, все будет отлично. Я мечтаю о пельменях, я вам честно скажу. О, не стойте, она мне что-то говорит, или когда. Просто мой... В скором времени ей уже можно будет фаршики там всякие. Да, хирург сказал, что, маня, он сказал, ну, ей примерно через два месяца можно будет есть эти штуки всякие. Я отсчитала три недели, два месяца, думаю, о, через сколько, пять недель я смогу уже что-нибудь съесть. Я прихожу, он говорит, ну, сейчас посмотрим, вот сейчас вот через где-то два, два с половиной месяца, я говорю, в смысле, еще два-два с половиной месяца, то есть в общей сложности три месяца у меня на этой диете, но я очень хочу уже фельмешки, потому что там и фарш, и мягкое тесто, и я смогу это все грызть. Грызть. На самом деле, когда будет уже все заживать, ну, совсем уже будет в нормальном состоянии, очень трудно будет сдерживаться, вообще. Ну, вот я благодарна, еще один день прошел, вообще идем на поправку. Ну, я немножко еще шифелявлю, но я уже лучше гораздо разговариваю. Сейчас будет еще и погода хорошая, я очень хочу уже на улицу выходить. У тебя уже почти все. Да, сейчас подумаешь, что меня кто-нибудь ударил. Ну, что мы это замаскируем? Плохой муж или кто-нибудь, сосед, злой. Вот, я очень хочу на улицу. Ну, а мы с вами, кстати, увидимся завтра. Напишите, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Где вы сериалы ищите? О, и какой смотрите. Да. И какой фильм последний вы посмотрели. И еще я хотела поблагодарить вас и маму тоже за все те, вот, и сами все слова, которые вы написали. Спасибо вам огромное. Я не устаю вас благодарить. Не устаю. Я сегодня еще раз читала, так приятно вообще. Ну, тебе пишут, но все равно приятно. Вот. Напишите, пожалуйста, вот про эти фильмы. Ну, и напишите, если бы у вас была вот такая диета, как у нас, что бы вы съели? Что бы вы нам посоветовали еще съесть? У меня уже заканчивается это, дуалка всякая. Мы вас обнимаем крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Желаем вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.